Музыка Как член редакционного совета, представляю вашему вниманию обзор первого номера журнала «Правые вопросы в здравоохранении» за 2017 год Георгий Романовский из Пензенского государственного университета, Мария Галюкова из Российской академии правосудия и Константин Полтавский, эксперт электронной справочной системы контроль в ЛПУ, соавторы раздела «Правая база» Они дают комментарии к законопроектам, которые, как ожидается, вступят в силу в 2017 году В разделе «Судебные решения» приводятся три определения Конституционного суда России и решения Верховного суда В первом определении гражданка оспаривала конституционность правовой нормы Трудового кодекса России Согласно которой, месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда, не может быть ниже минимального размера оплаты труда Во втором, гражданин оспаривал Конституционность правовой нормы Кодекса административного судопроизводства предъявляющего требования гражданам, не имеющим высшего юридического образования ввести в судах дела об оспаривании нормативных правовых актов через представителей, имеющих такое образование В третьем, гражданка оспаривала Конституционность правовых норм 323 ФЗ определяющих понятия «медицинская деятельность» и «медицинский работник» Так как будущий медицинским психологом не получила единовременные выплаты при увольнении по сокращению штатов согласно регионального законодательства по мотиву, что, увы, не относится к медицинским работникам Во всех трех случаях в принятии жалоб отказано Почему? Читайте журнал, изучайте определение Конституционного суда Алексей Старченко, член Общественного совета премиздравия России, дает комментарии к решению Верховного суда рассмотревшего административное исковое заявление, в котором административный истец оспаривал законность обязательного обследования на ВИЧ-инфекцию медработников отделений хирургического профиля любых медицинских организаций Суд пришел к выводу, что нормы САНПИНА не содержат требований, нарушающих трудовые и профессиональные права свободы ИСА И, конечно же, обосновал решение Как именно? Читайте журнал, изучайте решение Верховного суда Владимир Куранов из Пермского государственного медицинского университета в своей статье сосредоточил внимание на процедуре административного судопроизводства при рассмотрении административного искового заявления со стороны медицинской организации в целях оказания медицинской помощи гражданам в тех случаях, когда требуется решение суда согласно действующего законодательства Эти случаи определены в трех федеральных законах Обстоятельная статья, содержание которой будет полезно медицинским организациям, оказывающим медицинскую помощь несовершеннолетним, недееспособным, больным туберкулезам и оказывающим психиатрическую помощь Маргарита Кучма из Академии труда и социальных отношений излагает основные аспекты ужесточения ответственности работодателя за нарушение законодательства в сфере охраны труда Эти изменения вступили в силу в октябре 2016 года Среди них работник получил право обращаться в суд в течение одного года со дня установленного срока выплаты сумм, которые не получил Рекомендую изучить статью, ведь зарплату нужно выплачивать не реже, чем каждые полмесяца Максим Бавсун из Академии МВД России рассматривает вопросы уголовной ответственности за оборот фальсифицированных биодобавок Автор считает, что врача можно привлечь к уголовной ответственности по статье 238.1 Уголовного кодекса Конечно, можно, если он имеет прямое отношение к производству, сбыту или ввозу на территории России фальсифицированных БАДов Содержащих незаявленные при государственной регистрации фармацевтические субстанции А если врач только БАДы рекомендует, и пациент приобрел фальсифицированные БАДы в аптеке То данная статья Уголовного кодекса к врачу никакого отношения не имеет Почему-то об этом в статье ничего не говорится На мой взгляд, в силу специфики своей деятельности кафедра уголовного права, видимо, сгустил краски В разделе «Эксперты» экспертиза опубликована статья «Зачем нужна независимая экспертиза качества медицинской помощи» Авторы Сергей Лившиц, Елена Тихонова из Некоммерческого партнерства, Врачебная палата Московской области, а также я Мы анализируем, как в отсутствии постановления правительства России о независимой экспертизе качества медицинской помощи Медицинские профессиональные некоммерческие организации все же могут ее проводить И как этим достаточно активно занимается Национальная медицинская палата Читайте статью Статья Юрия Шаройкина из Российского Нового Университета продолжает публикации раздела «Экспертизы» Называется «Экспертиза по делам о ненадлежащем качестве медицинских услуг» Добротная статья Но ее содержание, на мой взгляд, не отвечает названию И более ориентировано на использование заключения эксперта Как доказательство по гражданскому иску Основанием которого выступает причинение вреда здоровью при оказании медицинских услуг Автор считает, что заключение экспертизы качества медицинской помощи Выполненное экспертами страховых медицинских организаций Территориальных фондов ОМС Крайне редко становятся основой судебного решения Поскольку отсутствует правовой механизм предупреждения привлекаемых специалистов Об уголовной ответственности за заведомо ложные показания или заключения Могу предположить, что автор, скорее всего, не имеет должной парциальной практики Раз так высказывается Эксперты страховых медицинских организаций допрашиваются в суде как свидетели Или как специалисты по выполненному экспертному заключению С предупреждением уголовной ответственности за заведомо ложные показания Их заключение становится основой судебного решения Еще статья из раздела экспертизы Автора Ирина Старовойтова и Константин Саркисов Из Российской медицинской академии после дипломного образования Они выявили противоречия правых норм при проведении экспертизы временной нетрудоспособности Среди них В бланке леска нетрудоспособности нет графы диагноз Какие конкретные должности врачей подразумевают речевой оборот Должности врачей общего профиля Мне представляется, что эти противоречия в настоящее время несущественны И не мешают оформлять лески нетрудоспособности Авторы также считают, что нет необходимости Спешить с внедрением электронных лесков нетрудоспособности Далее в номере Маргарита Кучма В разделе коллектив кратко рассматривает Отдельные правы и нормы федерального закона О независимой оценке квалификации Представлен ответ на вопрос Можно ли принимать врача на работу, если он потерял документ об образовании Валентина Шипова из НИИ общественного здоровья имени Семашко Выявила существенную проблему Отсутствие норм труда медицинских работников Ввиду отмены приказов Минздрава СССР В которых они присутствовали Что ставит непростое положение главных врачей При планировании численности медицинских работников Автор рекомендует все же использовать Отмененные нормативные акты Содержащие нормы труда Наряду с современными И таким образом Восполнить правовакуум Порожденный в Нездравом России Может быть Минтруда России И завершает раздел И сам номер статья Людмилы Французовой Из кадрового холдинга Бетта Пресс Ежегодный дополнительный отпуск медработника За работу с редными условиями труда Автор обращает внимание Что правое регулирование Дополнительного отпуска Подобных работников Неоднозначное Вызывает вопросы для правоприменения Возможные ответы на них Изложены в статье Читайте Первый номер журнала Правые вопросы здравоохранения За 2017 год Ситуации Действия Последствия Продолжение следует...